Продолжение следует... 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 И поэтому это обязательно будем делать. Это с точной уверенностью скажу. Те дворы, которые не сделали в этом году, и обычно жильцы жалуются, вот нам сделали двор, а соседний двор, наш двор не сделали, соседний двор, асфальт есть. Мы хотим сказать, что сейчас составляются списки, какие дворы будут в первую очередь в следующем году ремонтироваться. Строительство детского площадки будет продолжено. Также в следующем году обязательно автопарковки будем делать во дворах, вырубать старые деревья, делать полисадники. Сейчас мы требуем, что на тысячи жителей домов примерно, чтобы 200 парковочных мест было. С новыми домами, с таким условием они сдаются, чтобы достаточное количество парковочных мест было. Асфальтирование в следующем году не меньше этого года будет. Президент нашей республики ставит перед нами задачу в течение трех лет все дворы благоустроить. Это обязательно мы справимся. А всего 1018 дворов, из них 63% необходимо отремонтировать, это вот как раз 775 дворов. Из них уже 241 двор мы в этом году отремонтировали. Это получается как раз одна треть тех дворов, которые нуждаются в этом. Это получается 31% от общего количества дворов, но по площади это 40,7% тех дворов, которые нужно заасфальтировать. Это даже 40% в этом году делаем. В следующем году, если 40% будем планировать, процент тех дворов заасфальтировать по площади, мы, конечно, за три года с этой задачей, за асфальтированным благоустроением дворов справимся. Я вообще не сомневаюсь, что с вашей стороны эта задача будет выполнена. И для города это большое счастье. Сами граждане начинают понимать, что это их дом, это их подъезд, это их улица, это их двор. И никто, ни мэрия, ни глава города, ни какие-то еще службы не будут так следить за этой улицей, как мы сами. Возможно, я пахосно где-то сказал, но на самом деле это же не способен ни один человек следить за тысячу 18 дворами в городе Чепоксары. Действительно правильно сказать, где бордюры должны стоять, где автопарковка, какие фигуры нужны этому двору. Где-то, может, спортивный тренажер нужен спортивный, а где-то много маленьких детишек, горки нужны, качели нужны. Вот мы этого хотим, сотрудничество с жильцами, совместно с ними решать, как благоустроивать дворы. У нас много таких примеров, когда представители домовых комитетов активно, вот мне очень понравился северо-зартный микрорайон, официальный домовый комитет говорит, мы активности, когда поставили детскую площадку, ну, бетон нужен на сутки хотя бы остыть, когда укреплять. Мы, говорит, весь день и всю ночь сторожили, чтобы не расшатали эти детские площадки. Конечно, вот массово в таком количестве дворы никогда не делали, не ремонтировали. Тут какие-то нюансы, где-то отдельные недоделки могут быть. Но мы говорим, что администрация говорит, я как глава города, мы хотим благоустраивать дворы. Мы хотим приходить во дворы и с вами, вместе с вами поработать, благоустраивать дворы. Для этого мы будем искать деньги, для этого будем мы бюджет города, бюджет республики вовлекать. И, конечно, хотим, чтобы поддержка была в федеральных денег. По республике я являюсь координатором метропоекта «Новые дороги городов России». Конечно, это проект «Единой России». Мы ездили в Москву, за это голосовали депутаты Государственного дома от «Единой России». Это проект. И вот хочется, чтобы вот этот проект «Единой России», он продолжился и в следующем году. Чтобы, если поступят федеральные деньги, это будет здорово. Мы даже, может, в следующем году справимся с этой проблемой благоустройства дворов. Я думаю, что только в таком, в диалоге с жителями данного микроволюма, с жильцами конкретных домов, только мы можем совместным и усилием благоустроить наш город.